Более 500 мероприятий в рамках шестого этапа эстафета «Салют победе» прошло в Одинцовском округе в минувшем году. И это несмотря на пандемию коронавируса. Она изменила лишь формат проведения патриотической акции. Сейчас в разгаре седьмой ее этап, чему будет посвящен восьмой. Об этом и не только мы сегодня и поговорим. Здравствуйте. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Татьяна Викторовна Одинцова, председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа. И Михаил Викторович Солнцев, председатель Координационного совета по делам ветеранов Одинцовского округа депутата окружного совета депутатов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. А я призываю телезрителей присоединиться к нашему разговору. Для этого достаточно позвонить по телефону редакции 8495 508 86 84. Вы можете задать свой вопрос или поделиться своим мнением по той теме, которую мы сегодня обсуждаем. Кроме того, сейчас прямой эфир также идет в социальной сети. Инстаграм, оставляйте свои комментарии. Ну, основная тема – салют победе. Но предлагаю сделать такое небольшое лирическое отступление. Отгремел День Победы. Для каждого из нас это святой праздник. К сожалению, в этом году из-за коронавируса массовых мероприятий не состоялось. Но без поздравлений не остался ни один ветеран. Расскажите, пожалуйста, чем удивляли героев? Поздравление от губернатора, от главы округа Андрея Робертовича Иванова и, конечно же, от партии «Единая Россия» и от предпринимателей. Они все приготовили подарки и, конечно, разносили люди, которые неравнодушны. Это оказались, опять-таки, люди – это руководители наших подведственных учреждений, депутаты, активисты, те, кто захотел прийти к ветеранам и подарить им подарки. Ну, кроме того, и возложения были, правильно? Да, были интересные возложения. Самое главное, что каждый памятник, который есть на территории Одинцовского городского округа, он не остался без внимания. Были возложения, предварительно все были проверены памятники на территории Одинцовского городского округа. И, конечно же, были возложения в период до 9 мая. Возложения в небольшом, правда, формате, но всю задачу мы выполнили. Мы оказали почести каждому, кто захоронен на нашей Одинцовской земле. И хоть 9 мая массовых мероприятий не было, но что отрадно, люди шли с семьями, шли с детьми, возлагали цветы к Вечному огню и к мемориалам. И многие были с портретами своих родных, хотя «Бессмертный полк» в этом году проходит онлайн. И, конечно, многие хотели рассказать нам о своих героях. Вот сегодня я прошу вас рассказать о ваших солдатах «Бессмертного полка». Михаил Викторович, вам слово. Здесь я еще немножко, Татьяна Георгиевна сказала об этом, просто подчеркну, что не этот год у нас как бы определил наш план работы, а это из года в год уже сложившаяся система. И где ветеран знает, что он готовится обязательно, начиная с формы одежды, естественно. Он ходит по красивым, его же будут намещать. Как правило, накрывается стол, часть чаем, и ветеран ждет. Потому что это система из года в год. Не дай бог что-то такое получится, что мы вдруг не придем, какое-то причине или что-то. Это будет для него как бы даже ударом трагедией. Поэтому эта система, один из заместителей, каждый из заместителей Андрея Рубича отвечает за определенное количество ветеранов. В Совете депутатов, каждый депутат также отвечает за тот участок, те начеленные пункты, от которых он был избран. Поэтому так все происходит. Но что касается бессмертного полка, то, конечно, у каждого заготовлены уже эти портреты родственников. У меня трое, три портрета. И внук, он в 10-й гимназии учится, занял первое место. Могу похвалиться. Потому что он дал, как бы, вокруг портреты дедушки. Он сам очень красиво оделся, все. И он рассказывал, как бы, свое видение. Почему-то очень хотелось пойти по улице с этими портретами. Но получилось так, что все это было сделано, как бы, онлайн. И вот дедушка, один из, я тут коротко скажу, это моей жены, отец, Александр Алексеевич Долгалев, он с первого дня оказался в Бресте. Он закончил Волгоградский медицинский институт. И был призван в Брест врачом. Начал войну в звании рядового. Первый день рассказывает войны. Он проводил в отпуск своего товарища. Вернулся в 4 часа утра, как раз. И потом, как бы, после Бреста, по отступлению, ну, оказались, неизбежное было отступление, но Брестская крепость проявила факт общего мужества. Вот фашисты впервые увидели, на что они, на кого они идут. Потому что, может быть, смелый поступок, он, как правило, рожден таким порывом. Это, может быть, как Гастелло, Таран, ну, в небе. Кратковременный такой, да. Да, а это мужество. И за дня в день, и за дня в день, и за дня в день. Вот, и фашисты просто обошли Брестскую крепость. Они могли ее взять. Поэтому здесь, вот, когда смотришь на своих родственников, которые принимали участие в первые дни войны, потом наступление от Москвы, как Александр Алексеевич Долгалев, до Калининграда. Это ежедневно, ежедневно, ежедневно. Как они говорят, это очень тяжелая работа, война. Потеря друзей, потеря товарищей. И все равно ни шагу назад, только вперед. Ну, в принципе, в нашей семье и в семьях моих друзей все гордятся своими родственниками, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Татьяна Викторовна, расскажите о ваших героях. Ну, у меня три внука, они тоже несли в Москве три портрета. Они ходили в садик и в школу, несли три портрета. Одинцова Николая Николаевича, Николая Александровича, Одинцова Николая Николаевича, Одинцова Валентин Николаевича. Это дедушка моего мужа, это папа моего мужа и дядя. Они все трое пошли на фронт, слава богу, они все вернулись назад. Дедушка воевал в Прибалтике, дядя воевал в Сталинградской битве, был разведчиком. Ну, а свекор мой, это сын моего мужа, отец моего мужа, он воевал на Карельском фронте. И они все трое пришли назад, слава богу, с победы. Все были живы и здоровы, но мы гордимся. Мы сделали коллекцию их орденов, подписали. К сожалению, они сейчас не живы, но светлая память о них всегда у нас в наших сердцах. Мы гордимся и носят наши внуки. По фамилии Одинцова тоже носят эти портреты. И очень гордимся, слава богу. И вы, Татьяна Викторовна, и вы, Михаил Викторович, подчеркнули, что истории ваших героев рассказывают внуки. То есть подрастающее поколение, они знают историю своей семьи и логически делаем историю своей страны. Вот за время проведения патриотической акции «Салют Победе» можно сказать, что уровень исторических знаний наших детей, школьников, детсадовцев вырос? Позвольте мне сказать, да? Конечно. Значит, вот начиная с первой акты, мы, как бы, было небольшое сомнение, что Татьяна Викторовна, как у нас задающий генератор, всегда являясь, вот по инициативе Андрея Викторовича, организовали, будет ли это дополнительной нагрузкой в системе обучения. Потому что, как правило, учителя, да, директора наших учебных заведений, то есть они говорят, что очень насыщенная программа у детей, и чтобы вот еще дополнительно проводить такие занятия, времени может не хватить. А потом сами убедились в том, что это не нагрузка дополнительная, это то, что обогащает. Начиная с детского стадика, в школе, и сами учителя по-другому стали относиться к этим этапам эстафеты. Когда уже график утверждался, там, какая школа будет передавать эстафеты, какую принимать, они уже другому говорили, что и предлагали, что лучше сделать, чтобы осветить в этом, как бы, этапе эстафеты тот город, которому он посвящен. Заразились идеи, можно сказать. Как можно говорить о Сталинграде, да? Вот многие там фальсифицируют битву за город Сталинград, но это была Волга. Это было ни шагу назад. И за каждой улицей, каждый дом крепостью становился. Крепостью. Когда принимались решения верховной ставкой, верховного командования, и когда была уже поставлена задача окружить Паулюса, в это никто не верил. Как это можно так окружить, какими силами, какими средствами. Это было совершено. И все. После этого все поняли, и Америка, и Европа, что хребет сломан после Сталинградской битвы. Ну, а дальше, может быть, Татьяна Викторовна уже скажет о том, что такое для нас сегодняшний этап Смоленск. Ну, мы о Смоленске еще обязательно поговорим. У нас есть вопрос от пользователя Инстаграм. Там Жанна спрашивает, по вашему мнению, сможет ли современное поколение молодежи встать на защиту Родины, как когда-то юные деды и прадеды? Вот, кстати, ветераны в большинстве своем не сомневаются, что смогут. Как вы думаете? Значит, у нас проходила очень интересная встреча с детьми из разных школ в нашей библиотеке номер один, которая является многофункциональным таким центром. Там проходят всевозможные возрасты, интересные встречи проводят. И вот, значит, мы сидим с ветеранами. И я даже не знал сценария Георгия, наш ведущий. Давайте вспомним песни Великой Отечественной войны по мелодии, угадаю мелодию, и название песни. Только когда начали соревноваться ветераны со школьниками, то что интересно было, что школьники шли вровень. Они знают эти песни, знают, чем они посвящены. То есть, как бы, понятие России проходит через сердце человека, через душу его. И поэтому воюет враг не с каким-то бесформенным телом непонятным, он воюет с душой русского человека, он непобедим. Надо понимать просто. То ли ему там 5 лет, то ли 7 лет, то ли 20 лет, то ли 70 лет. Нет разницы в возрасте. И как бы они не хотели нас, в общем-то, представить людьми, которые не понимают, что такое Родина, что вот эти вот в настоящее время там даже Мишуся наступает, это говорит, что да, конечно, надо сделать так, чтобы деньги работали внутри страны. Вот сегодня на Госдуме там встал этот вопрос, чтобы вернуть деньги, которые зарабатываются в России, на развитие России. Задача президента, она поставлена. Надо над этим работать, думать. Потому что страна развивается колоссально. Все боятся развития России. Боятся. Это реально. Уж сильного боятся. Можно я дополню? Конечно. Про молодежь. Вы знаете, стоял вопрос первые годы нашего этапа «Салют Победы», когда глава округа Андрей Робертович Иванов поставил нам всем задачу, что на год 70-летия Победы мы должны придумать что-то такое, чтобы нас все объединяло в рамках патриотической идеи. Конечно, рабочая группа приняла и была одобрена эта идея создания «Салют Победы». Но были трудности, потому что не было той формы 1941-1945 годов. Не было военной формы для маленьких детей, для детских садов и школ. И нам приходилось из одного детского сада, из одной школы передавать друг другу вот эту форму. Это было буквально год. И на следующий год, и уже последующий сейчас в каждом садике, в каждой школе, у каждого педагога, у всех директоров есть своя военная форма вот этих наших годов Великой Отечественной войны. У меня это тоже есть. Я себе приобрела и морскую форму, потому что мы ездили в Новороссийск, в город-герой. Поэтому четко у каждого уже. И вот молодежь, они с удовольствием ходят в этой форме. Мало того, когда элементы, атрибуты «Салют Победы» прибывают артефакты в учреждения, в школу и сад, там они делают типа вот почетного караула. Они одевают плащ-палатки, они одевают пилотки, они одевают эту форму, стоят поминутно, пять минут в почетном карауле и охраняют это символы «Салют Победы». Поэтому они пронизны, они плачут, они переживают, они ищут эти материалы о героях Великой Отечественной войны, они беседуют, ходят к этим ветеранам закрепленных, которых они уже знают, где они живут и как к ним пройти, и они пишут стихи. Если в пандемии нельзя, они писали стихи. Поэтому молодежь наша, они уже с гордостью понимают, они четко знают, что это вот знамя Победы, которое было над Рестагом. Они знают все элементы формы 41-го года. И они готовы пойти за свою Родину. Мы уверены, мы видим это. Татьяна Викторовна, вот как раз мы плавно перешли к моему следующему вопросу. Давайте напомним телезрителям, чему были посвящены предыдущие этапы «Салюта Победы». Вот сейчас Михаил Викторович сказал, что Брестская крепость. Естественно, город Минск не был городом-героем. Первое было, кто был героем, это Брестская крепость. И когда глава нам утвердила этот формат, что мы должны каждый год посвящать какому-то главному событию, главному герою Великой Отечественной войны, главному городу, мы решили, что это не город, это Брестская крепость. И ребята, которые выстояли Великую Отечественную войну, первые шаги, первые удары вот этого фашизма. И мы взяли Брестскую крепость. И потом пошел уже город Минск-герой, потому что это не просто так выбрать. Мы голову ломаем. Как же всем угодить, чтобы вот целый год мы изучали этот город-герой? И приходят на помощь наши ветераны, координационный совет. Они все голосуют. А как нам? Какой город? Давайте возьмем город Ленинград. Как же мы не возьмем город Ленинград? Блокадный Ленинград взяли. Как же мы не возьмем Новороссийск? Возьмем. И вот эти города мы все. Волгоград, Сталинградская битва. И мы каждый год изучаем новый город. И сейчас, когда вот год 80-летия начала войны, мы знаем, что сердце Великой Отечественной войны, конечно, это была Москва. А вот Смоленск являлся щитом этого города. Действительно, очень таким надежным щитом. А тут как раз-таки совпадение. Михаил Викторович говорит, а наш Федотов Константин Сергеевич и воевал как раз-таки за Смоленск. Да, этот щит охранял и охранял разведчикам. И тут, вы понимаете, все сложилось так, что год с 76-летия мы посвятили Смоленску. Это не просто так выбрать город-герой. Это сложно. Первое возложение, сегодня у нас идет, это наши мемориальные доски. Это люди, в честь которых нужны улицы города Одинцова. И первое наше возложение всегда на бульваре Люба Новоселова. Это жительница нашего города. Рядом маршал Жуков, герой Победы. Простая девчонка Люба Новоселова. Самый красивый бульвар, но есть ее имя, мы еще в давние те годы, когда я служил еще молодым капитаном, встречались с ее мамой. Только она погибла, будучи старшим сам инструктором под Смоленском. Как раз под Смоленском. И там похоронена. Понимаете, как в Смоленском связана история города Одинцова и жителей. Не просто так называется ворота Москвы, ключ в Москве. И даже вот когда изучаешь историю, доводишь до детей, исторические веки России, то вспоминается Смоленск. И Ливонское нашествие, и Польское нашествие, когда казалось бы, князь Шустий первый, такой прославивший именно Смоленск, даже поляки прорвались, вошли внутрь Смоленска, через крепостные стены. И все были изгнаны из Смоленска. Ну а когда уже ближе к нам Великого Отечественного войны 2012 года, то же самое Смоленск, практически был уничтожен. И там родилось партизанское движение. Причем Затяяна Викторовна предложила, когда именно вот клятву партизан, ведь он исторически сложился так, что Смоленщина вся была партизанским движением, насыщенно просто. И фуражеры наполеоновские, которые занимались продовольствием, они боялись отходить с дороги, дальше населенные пункты за фуражом, за провиантом. Потому что там были партизаны. И на Великого Отечественного войны еще раз подтвердило, что партизанское движение, а кто был командирами партизанского, это как правило, партизанского отряда. И это первые люди, которые были силой обкома, обкома или райкома, или городские. Они организовывали людей. Там тоже было движение охвачено, все осмоленчено. Я предлагаю сейчас вернуться немножко назад и вспомнить финал шестого этапа военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». Он завершился в декабре. Его символы теперь надежно хранятся в Одинцовском историко-корривическом музее. Внимание на экран. «Салют Победе» Эти песни подхватывают сразу, дружно. Фронтовая бригада театрального центра «Жаворонки» в самом сердце города Одинцова. Бортовой военный грузовик вместо сцены, девушки в скромных платках, матросы. Вдохновение на лицах артистов, слезы на глазах зрителей. Небольшой концерт предварил торжественную церемонию завершения шестого этапа военно-патриотической эстафеты «Салют Победе», который в этом непростом году был посвящен обороне города-героя Севастополя. Вот так, по-полевому, сделать небольшой концерт. Концерт почему? Потому что заканчивается у нас, к сожалению, шестой этап «Салют Победы», который мы в марте не остановили, даже в пандемию. Сделали так, чтобы это было безопасно. Но 5-6 тысяч мероприятий с детьми в таком режиме, в садиках, в школах, в больницах мы провели. В марте не отступили. Эстафета продолжала шествие по Одинцовскому округу даже в самый сложный период пандемии. В формате онлайн, локально, с соблюдением всех санитарных норм, она прошла в каждом поселении. Участники вспоминали о событиях войны и героях обороны Севастополя весь год. Символы эстафеты бережно передавались из рук в руки. Символы – это экспонаты времен Великой Отечественной войны. С ними прошли наши деды, отцы. Наши прошли под знаменем этой победы. Снайперская винтовка была самой основной для поражения противника. Ну и патроны, как всегда, должны быть рядом. 23 декабря 2020 года символы шестого этапа эстафеты доставили в Одинцовский исторический музей. Теперь они будут храниться в зале, посвященном Великой Отечественной войне. Для них эстафета не заканчивается. Боевое знамя, винтовка СВТ-40 и ящик для мин будут напоминать жителям округа о подвиге наших солдат. Я думаю, что те усилия, которые мы приложили для того, чтобы еще больше рассказать об этой прекрасной дате, они не пройдут даром и не только в этот год, но и всю жизнь все, кто вспоминал, кто изучал, кто читал и смотрел фильмы о войне, будут об этом помнить всегда. Победа, она одна на всех. Военно-патриотическая эстафета главы Одинцовского округа «Салют Победе-2020» завершена. Но в следующем году она обязательно продолжится, привлекая все больше городов и участников. В прямом эфире ТВ программа «Главная тема» и сегодня мы говорим о военно-патриотической эстафете «Салют Победе». Телефон прямого эфира 8-495-508-86-84. Прошлый год был очень непростым. Началась пандемия коронавируса. Даже если, например, взять школьников, которые сначала говорили, мы не хотим на уроки, потом уроки стали онлайн, и они очень захотели в школу обратно. Вся наша жизнь перешла в онлайн. Это как-то отразилось на эстафете? Конечно. Другой был формат электронный, был дистанционный. Но тем не менее мы все продолжали делать в том же режиме. Встречи с ветеранами. Мы это делали дистанционно. Все было так, как надо. Усилилась, наверное, поддержка ветеранов. Да, и проводили также на социальных дистанциях, в зрительных залах, в домах культуры, встречи, концерты. Мы все это благодаря вам, Одинцовскому телевидению, записывали, транслировали. И люди могли все эти отчеты по каждому поселению, передаче эстафеты увидеть благодаря Одинцовскому телевидению. Поэтому я хочу выразить вам слова благодарности за то, что все мероприятия, которые проходили и на территории школы, и в домах культуры, и среди наших ветеранов, в онлайн-режимах, вы все смогли продемонстрировать. Это дорогого стоит. Спасибо вам большое. Я скажу пафосно, но это, наверное, то малое, что мы можем сделать для тех, кто подарил нам мирное небо. Это вот прям самая малость. Мы опасались, а потом, когда все это пошло вот в таком формате, думаем, слава богу, что мы не остановились. Потому что нельзя это прекращать. Потому что мы привыкли, что у нас каждый месяц, каждую неделю у нас идет разговор о ветеранов и о патриотической работе. А представьте, вот пандемия, такая напряженная ситуация в стране, в мире. И мы бы вот прекратили вот этот разговор. Нет, мы не прекратили. Мы уже с вами немножко поговорили о том, как определяется тематика того или иного этапа эстафеты. Татьяна Викторовна сказала про письмо партизан. А вот как определяете символы этапов эстафеты? Кто принимает решение? Без обсуждения это вопрос. Решение просто так не принимается. Насколько бурные бывают обсуждения? Потому что командир, принимая решение, есть даже целый алгоритм выработки решения. Мне нужно оценить все. Просто знамя победы. Есть, конечно, все за, потому что есть знамя победы. Это символ. Он присутствует везде. На всех этапах. На всех этапах. Знамя – это та святыня, которую, вы знаете, что в случае утери знамени, его часть расформировается, а виновные прибегаются к самому страшному суду и наказанию. Поэтому многие говорят, вот знамя, знамя выгрузили знамя. Ну, там начинают разную критику. А в душе думают, что это же знамя. Это же наше знамя. Оно же над Рейхстагом. Потом, когда ставили свои подписи на Рейхстагом, все же смотрели на знамя. Это факт. Ну, бесполезно спорить. Ну, а потом, конечно, вот мы уже говорили о клятве партизан. Это массовое движение. Это массовое движение. Это же не просто один отряд небольшой. Даже женщины, и те возглавляли партизанские отряды. И урон силам противника наносился огромнейший. Они боялись наших партизан. Ну, потому что, если вы, например, Женя, вы возьмете в руки эту гранату противотанку тяжелую, то представьте себе человека, на который идет эта армада, железо громадное, да, нужно подбирать специальные гранатометчики. Люди, которые умели бросать и прицельно, чтобы попасть желательно в гусеницу, чтобы повредить танк, и на расстояние. Это очень большое мужество нужно человеку. Один на один встать и бросить. Еще и попасть. Я хочу дополнить то, что символы очень трудно выбираются. Если в декабре мы завершаем один этап, то где-то с сентября мы уже начинаем выбирать символы. Это история. Это история того города, который утвердил Координационный совет. Утвердил Смоленск. Вот начинается история победного Смоленска. С первого дня войны Смоленска и до последнего. Что же у них было выдающееся? Привлекаются все краеведы, привлекаются учителя истории, привлекаются старшеклассники. Все изучаем досконально ценность победы этого города. Потом идем и несем это все на согласование Координационному совету. А уже потом автору проекта «Салют победы» Андрея Роберча говорим, вот это символ, вот это и это. Если это утверждается главой, потому что это его проект главы, он сказал, да, все нормально, мы доказываем. Но мало того, город-то мы можем любой выбрать. А как попасть в этот город? И как спросить разрешение у этого города? Конечно, здесь включается в работу уже глава округа Андрей Робертович Иванов. Он связывается с губернаторами, с мэрами городов. Это же не просто так. Когда приезжает делегация больше ста человек Одинцовского городского округа в военной форме 1941 года, и мы идем на все центральные площадки этого города с телевидением, да, поэтому все руководство этого города в курсе и рота почетного караула, которая там самая лучшая и достойная этого города, все к нам разрешены, и все нам, везде зеленый свет. Поэтому большая организационная работа идет на уровне вот этих городов-героев, вот этих площадок, победных площадок России. Вот мало того, например, если вспомнить Волгоград, у нас было вообще согласование, мы Лес Победы, две ели, две сосны сажали уже прямо на Мамаево в кургане. Это было очень высокое разрешение. Глава выходила на губернатора Волгоградской области. Поэтому это не просто так, мы захотели в этот город и поехали. Это большая работа организационная и такая почетная миссия, непростая. В музее Победы на Поклонной горе стартовал седьмой этап эстафеты Одинцовского городского округа «Салют Победе», посвященный городу-герою Смоленску. Это было в декабре. Давайте вспомним. Торжественный старт седьмого этапа эстафеты памяти Одинцовского городского округа «Салют Победе» состоялся в зале полководцев Музея Победы на Поклонной горе и начался с гимна России. За прошедшие годы юные жители округа уже узнали о городах-героях Брянск, Сталинград, Новороссийск, Ленинград, Севастополь. Этап 21-го года посвящен Смоленску. Когда мы говорим о тех городах-героях, которые получили это высокое звание, то мы сели с Сурдали, седьмая эстафета. Прошли мы Брест, где начало Великой Отечественной войны. Когда мы говорим о наших сражениях на воде, на море, то, конечно, как бы идти без Севастополя, без Новороссийска. И потом мы говорим, подождите, а вот ключ-то к Москве и ворота Москвы, и щит в Москве, это же Смоленск, наш. Мы уверены в том, что вот этот седьмой этап из Салюта Совета Победы, он даст много для наших школьников. Это и есть патриотическое воспитание. Салют Победе – проект главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. В этом году к эстафете памяти присоединились Власиха и Русский округ. Мероприятие рассчитано на участие жителей всех возрастов. Людей старшего поколения, молодежи, школьников, дошколят вместе с родителями. Как никогда важны такие мероприятия для нашего подрастающего поколения. И как мы убедились, с самого детского садика нужны эти мероприятия и их родителям. Потому что надо защищать Руэдину и любить ее с первых дней своей жизни. Молодежи – это надо знать, что у нас есть живые герои, с которыми можно пообщаться. Это не написанные истории. Это живые рассказы, которые как раз-таки и раскрывают разум и ум и сознание нашему молодому поколению. В числе почетных гостей торжественной церемонии живая легенда. Фронтовой разведчик, участник Смоленской операции и парада победы 45-го года Константин Сергеевич Федотов. Несмотря на почтенный возраст, в марте этого года ему исполнится 95, держится он по-прежнему бодро и делится с присутствующими своими воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны. Одно из самых ярких бои 139-й дивизии, где служил Константин Сергеевич, «На безымянной высоте». Бои, которые прошли на безымянной высоте, что вошло в песню «Безымянная высота» поэта Матусовского, композитора Баснера. Вот этот момент очень трогательный, потому что памятник, который стоит сейчас на безымянной высоте воинам нашей дивизии, он символизирует могущество, героизм, силу нашего народа. Изучить подвиги каждого героя Смоленщины в течение года смогут все жители Одинцовского округа. Первым эстафету памяти принимает территориальное управление Кубинка. Юнормейцам торжественно передают символы эстафеты, копию красного знамени Победы, клятву партизана и ручную противотанковую гранату РПГ-40, которые доставят в образовательные организации и на предприятии. После торжественной церемонии традиционное совместное фото, а затем экскурсия по экспозиции «Подвиг народа» в Главном военно-историческом музее России, Музее Победы на Поклонной горе. В прямом эфире ОТВ программы «Главная тема». Сегодня мы говорим о военно-патриотической эстафете «Салют Победе» 8495 508 86 84. Телефон прямого эфира. На самом деле наша телекомпания действительно регулярно освещает эстафету «Салют Победе», но в нашем эфире, как правило, мы показываем передачу символов эстафеты. То есть она завершается в одном территориальном управлении и начинается в другом. Но за рамками этой передачи символов много других мероприятий. Давайте расскажем, что это за мероприятия, где они проходят, кто в них принимает участие. Проходят они во всех образовательных учреждениях. Это цель, основная проекта. Проходят они в Домах культуры. Приглашаются также в школу родители. И в семьях делаются экспонаты, делаются рисунки, делаются макеты. Поэтому приходишь и удивляешься, как можно сделать макет там в российского сражения. Да? Или Севастополь. Это шьются формы везде, пришиваются интересные там знаки отличия. Вот. Шьются элементы новые, красивые, морские. Они ищут где-то из всех энциклопедий в интернете везде. Родители-то совместно родительское. И бабушки, и дедушки все делают все. Поэтому мероприятий много. В школах, в садиках, потом в Домах культуры, в библиотеках, которые сейчас у нас абсолютно в новом формате. Они позволяют сделать встречи благодаря вам в онлайн. Мы показываем на экран ветерана. А здесь у нас находится, например, активное долголетие. Все они на социальной дистанции в этом году. Но мы не прекращали встречи с ветеранами. На данный момент у нас 106 человек. Это участники, прямые участники Великой Отечественной войны. Поэтому у нас есть сегодня возможность из первых уст услышать проект героические будни войны 1941-1945 годов. Ни на один день не прекращалась эта трансляция. Они стараются в своих инстаграмах заведующие детских садов, директора школ, доп. образования, заведующие библиотек, домов культуры. Все подключены к этой работе. И почему мы назвали эстафеты? Это передача от одного поселения к другому. Но мы бы назвали это соревнованием. Потому что столько нашли про Смоленск, интересных моментов, про оружие, про героев Великой Отечественной войны, которые сражались за Смоленск. Очень интересно. Когда мы привозим эти материалы в эти города герои, они говорят, а мы не знали этих песен, а мы не знали этих стихов. А где вы это взяли? Конечно, мы им все это дарим и отсылаем, потому что им это надо. Михаил Викторович, а вас удивляли чем-нибудь участники военно-патриотической эстафеты? Дошколята, школьники. Когда мы говорим о какой-нибудь школе, у нас 54 школы, да? Да. По инновационному городскому округе. Где бы они были, я не могу даже сравнить, где лучше, где хуже. Где-то подчеркивается именно участие самих детей. Насколько грамотно готовят преподаватели эти мероприятия, что даже сравнить, не то, чтобы кого-то обидеть или что-то, даже не хочется сравнивать. Везде уровень достаточно высокий, потому что это связано с людьми, это связано с фамилиями. Вот Барюхинская школа, например, которая очень тщательно готовится всегда к любому мероприятию. Музей свой. Потом выставка в холле обязательно. Потом рассказ про каждый символ. И что интересно, вот я обратил внимание, что дети, которые более подготовленные, рассказывают об этом своим одноклассникам, и даже старшеклассникам. Их слушают. Одно дело генерал выйдет, он начнет рассказывать. Ну, конечно, генерал пришел. А тут выходит школьник и начинает рассказывать. И они с еще большим удовольствием именно его слушают. А ведь потом еще и на перемене обязательно обсудят. Даже проводили такое, когда еще не было у нас пандемии, на тех первых этапах нашей эстафеты Союза Победы, в музее, в нашем кривейческом, приглашали школьников, где готовили из их числа экскурсоводов. Одно дело там специалисты рассказывают, другое дело выходят школьники и начинают очень грамотно излагать и рассказывать по экспонатам, по музею, про события Великой Отечественной войны. С большим вниманием слушают школьники. Вот именно это и хотелось подчеркнуть. Что это носит не тот формальный характер, где провели концерт и вроде бы следующее поселение принимает эстафету и уехали. И слава богу, нет, оно продолжается. Это не значит, что эту неделю эта школа занимается Смоленском. Нет, это целый год все школы занимаются историей Смоленского, чтобы оно уже вошло именно в память. Знаете, я хочу дополнить, у нас появились тоже новые форматы в год пандемии, это передвижные выставки, экспозиции и выставки. Я хочу отметить здесь вот Ткачука Андрея, который действительно нам помогает. Он тоже у нас член организационного комитета. Благодаря его вот этим раскопкам в историческом плане, он намного интересного дает детям, он руководит этими передвижными интересными выставками. Вы сказали про Барвихинскую школу. Да, они первые там обосновали вот эти... Да, и передается это во все школы, в садики. И хочется в прямом эфире отметить огромную роль в данном патриотическом направлении. Это наш Голицынский пограничный институт, который действительно нам тоже помогает своим вот примером. Всегда с нами, потому что военная выправка, вот эти ребята молодые, они являются образцом для нашего подрастающего поколения. Не в год пандемии, они с удовольствием приходят в каждую школу, рассказывают о своих буднях курсантских. Это тоже положительное влияние на наши ребята. Поэтому вот Щеблыкину Виктору Николаевичу, руководителю, хочется сказать тоже огромное спасибо. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Надежда. Надежда, очень приятно. Задавайте ваш вопрос. Вы знаете, вот у меня бабушка ветеран Великой Отечественной войны. Она уже с 96-го года стоит на получении участка. И каждый раз нам отвечают, что вот-вот дадут участок. Мы были на приеме у главы, были на приеме у Одинцовой полтора года назад, перед пандемией или в прошлом. Все обещают, но никакого толка нет. Мне бы хотелось узнать, как-то можно помочь ветеранам в войне? Надежда, оставьте, пожалуйста, ваши контактные данные, чтобы после эфира с вами наши гости могли связаться. Оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона, чтобы выяснили подробную информацию и всю информацию дали. Самую свежую, да, продублевую. Оставьте, пожалуйста, контакт нашему редактору. Спасибо большое. Близится поездка в город Герой, Смоленск. Одинцовская делегация готовится. Расскажите, пожалуйста, кто в нее вошел и какие места планируете посетить? Главное место это Смоленск. Вошли в нее также руководители. Это все добровольное. Хочу подчеркнуть, это все едут по собственному желанию. Это как раз-таки будет суббота-воскресенье, где люди сами добровольно, за свой счет, чтобы было понятие, да, у всех. Все едут в Смоленск. Это директора школ, садиков, медицинские сотрудники, заведующий библиотек. Это члены активного долголетия, волонтеры. То есть кто неравнодушен и кто может на автобусе добираться в течение пяти часов до города Смоленска. А принято решение в год пандемии не на поезде ехать, а к нам специально приедет туристический автобус. Мы сядем туда на двух автобусов в количестве где-то 90 человек и будем следовать на Смоленск. Да, будет какая-то остановка, пока вот мы решаем какая-то, или где-то попутно, может, около какого-то монумента, памятника Великой Отечественной войны. Сейчас ведем переговоры, где будет возложение цветов. А стартовать мы будем около памятника Георгия Константиновича Жукова в 7 утра, в субботу, где будет торжественная провода нашей делегации, которая будет вся в военной форме 41-45-го годов. И мы поедем в Смоленск, порядка 90 человек. В делегацию обязательно входят и медики, и Одинцовское телевидение, которое будет транслировать весь наш маршрут. Да, и мы только сделаем фильм. И, конечно же, Театр Крылья, который будет показывать благотворительный концерт всем жителям Смоленска на главной площадке театральной и покажет свое искусство. Ну, седьмой этап еще в разгаре, да, он продолжится в сентябре. А можем ли мы сейчас предположить, чему будет посвящен восьмой? Не знаем. Пока тайна. Пока тайна, да. Поэтому сохраним интригу. Не знаем, да. Факт то, что и ветераны, ну, как бы проживающие на территории городского, уже спрашивают. И директора школы уже спрашивают. Да, хотят подготовиться. Да, потому что это уже не просто, еще раз подчеркиваю, это не исключено полностью формальности на вопросах. Это практические занятия. Но сказал Татьяна Викторовна, что это состязание, соревнование. Это, ну, здоровый дух такой состязательный. И это будет продолжаться. Это самое главное. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Вам спасибо большое. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Спасибо, Евгения. Спасибо. Спасибо вам большое. Да.